Ощущение, что токсичность присутствует, как с этим справиться, что с этим делать с точки зрения психологии, психотерапии. И Юлия Юсипова. Да, поаплодируйте, пожалуйста, Юлии. Врач классической медицины, специалист по тибетской медицине и аюрведе. Врач-фитотерапевт, действительный член Международной ассоциации йога-терапевтов и йога-специалистов, а также Латвийской ассоциации холистической медицины и натуропатии. Ректор Международного института традиционной медицины. Вот такие у нас разносторонние сегодня участники круглого стола. Я начну с общего вопроса, на который, я думаю, попрошу ответить с каждого, с точки зрения вашей специализации. Наверное, начать хотелось бы с Алены, если вы не против, да. Самый практичный, но, возможно, да, можно, пожалуйста, микрофон, самый общий вопрос. Вопрос, существует ли работа, идеально подходящая человеку, существует ли призвание и каким образом можно ее найти? Давайте начну немножко с другой стороны. На самом деле, никакой истории про токсичность вашей работы не существует. Я думаю, меня на этом убьют организаторы, но это правда. На самом деле, есть истории про то, попали вы на свою работу, причем своя она не всю жизнь, а на какое-то время. Или нет? Если это работа та, которая, ну, что называется, принято называть призванием, то никакой токсичности не существует. Опять же, ни здесь, ни в этом, что называется, зале, там, на этой поляне говорить. Но я знаю огромное количество людей, которые, бренд-менеджеры, например, в алкоголе, абсолютно счастливы этим. И я знаю совершенно несчастных йогов и руководителей йога-центров, которые просто сходят с ума и, ну, реально глубоко несчастны. Поэтому эта история про то, что надо найти с Павелом, можно ли найти свое призвание? Да, конечно. Не можно, а нужно. На самом деле, человек, который к 45-катам не нашел свое призвание, в принципе, в 50-ти становится глубоко несчастным, более того, с единым обществом. Вторая история. Существует ли одно призвание на всю жизнь? Нет, конечно. Призвания в течение жизни могут меняться. Мы, в принципе, говорим о том, что за жизнь существует три карьеры. Это традиционно, это три разных абсолютных смены работы. Но, в принципе, конечно, по-разному. Но если бы сначала сделали карьеру юриста, потом сделали карьеру художника, а потом сделали еще какую-то карьеру, это вполне себе нормально. И третье. Если вы несчастны, вы на работе, поскольку мы на работе все равно проводим значительное количество времени, я подработаю, имею в виду не обязательно офис, я имею в виду вашу созидательную занятость, то не сказать, что бы вы там не ели, куда бы вы не ездили за смыслами жизни, что бы там еще не происходило, вы не будете счастливы, кроме тех историй, когда женщина свое материнство считает работой. Ну, примерно так. Спасибо. Да, Дмитрий. Действительно, вопрос не в самой работе. Мы помним еще с советского времени, со стежка, что все работы хороши, выбирая на вкус. Конечно, бывают, может быть, легкие исключения, но даже вот работа палача, известно, что он говорит, я доволен работой на воздухе, работой с людьми. Поэтому это вопрос отношения, отношения в коллективе, в который вы попадаете на работе, отношения с собой, в первую очередь. Поэтому любую работу можно сделать адом, любую работу можно сделать интересной, привлекательной. Поэтому здесь нам стоит обсудить, что приводит к токсичности, потому что на работе чаще всего вы будете не одиноки, если вы там не аутист, не хики-камори, которые работают там дистанционно, в каком-нибудь своем, скрытом от других людей, от социума, помещении. В любом коллективе есть своя Санта-Барбара, и не всегда она протекает спокойно, иногда с обострениями. Вот в этом может заключаться токсичность, потому что мы существа социальные, и среда не всегда безопасна. Ну, стоит зайти в интернет, вы можете увидеть там и троллей, и всякие атаки. Ну, мы, да, в двух словах примерно знакомы с проблемами, которые нас могут встретить. И мне тоже кажется, что не все так просто. Найти свое призвание возможно. Да, конечно же, можно всю жизнь работать на нелюбимой работе и пытаться исправить это какими-то придуманными способами. А можно найти работу мечты, но при этом внутри этого, внутри коллектива или на этой работе встретиться с проблемами, с которыми ты не готов бороться. Ты же всю жизнь искал работу мечты, ты ее нашел, но оказывается, проблем чуть больше, чем этот поиск и обретение. Да, пожалуйста, Юлия, ваш вклад в начало нашей беседы. Мое мнение, да. Ну, так как я практикующий доктор еще по всему и сижу на приемах, то мне приходится сталкиваться больше со следствиями того, что мы имеем на работе. Как правило, это стресс. Вот. И здесь, понимаете, то есть бывает, человек действительно очень любит свою работу. Ну, вот, как я рассказала предыдущий оратор, действительно стресс, они неименуемы. Вот. И как с ними бороться, вот этим я, наверное, занимаюсь больше. Вот. А по поводу поиска работы и вашего предназначения, здесь, наверное, есть такой подходящий постулат восточной медицины, когда мы говорим о конституциях человека. То есть у нас есть семь конституций, например, да. Вот. И это индивидуальный набор жизненных началов, вот в количественном содержании всего выделяет семь. И у каждого из этих семи есть какие-то превалирующие качества, которые человек может проявлять в течение жизни. Соответственно, работу нужно искать вот в направлении этих проявляемых лучше всего в качестве. Поэтому, может быть, какие-то, может быть, карьерные консультанты как раз уже и работают в этом направлении. Вот. Так что, да. То есть есть, вот это вопрос, да, и к Алене, можно я чуть-чуть небольшую прокладочку? Сейчас, одну секундочку, можно я одну вещь скажу? Вот смотрите, вот тут много девушек сидит. Вот. Работает, например, как выбор молодого человека. Вот вы встретили, и он вам потенциально очень нравится. Вот он такой молодой, красивый, он умный, у него все хорошо. Хорошо с фигурой, но вот тут прям то, что нравится. Но если вы умная девушка, и, в общем, не первый день живете на белом свете, вы прекрасно понимаете, что вот это вот нравится, это не история про всю жизнь. И если вы решите там выйти за него замуж, что дальше будет и нелегко, и куча проблем, и куча кризисов, и пару раз обязательно за жизнь вы решите, что вы расходитесь, и вот все, этого человека я ненавижу. И умение это преодолевать, взаимно адаптировать, это есть важное свойство. То же самое происходит и с работой. То есть в варианте работы вашей мечты вы должны понимать главное. Вот это действительно работа вашей мечты? Готовы вы условно идти на какие-то компромиссы? Или не готовы? Никогда не бывает истории про идеальную работу. Вот даже на самом деле у этого кота, который работает в королеве английской, на самом деле есть его, оказалось куча проблем. На самом деле, например, то, что залы не обогреваются, ему холодно зимой. Ну то есть не бывает идеальной работы. Это история про некие умения находить компромиссов и понимание, зачем я сейчас их ищу. Это очень важно. Спасибо. А как в этом разобраться-то? Я понимаю, что речь не идет о комфорте, речь не идет о том, что, наверное, не нужно придумывать себе иллюзии, о том, что работа мечты это обязательно очень приятная, комфортная, идеальная работа, на которой никогда вас не будут преследовать какие-то странные люди, кризисы или ситуации, к которым вы не готовы. Но как распознать эту работу не по внешним факторам, а по внутренним? Все давно описано. Вам интересно на нее ходить. Даже если иногда вы устаете и говорите нет, условно уезжаете на неделю в отпуск, и вам снова туда хочется. Вам там интересно. И интересно постоянно. При этом у вас могут быть там идиотские коллеги, у вас может быть там, я не знаю, неприятный офис, там еще прочее. Но вот если вот это интересно, все это затмевает, значит все хорошо. И я так понимаю, что это можно ощутить только на практике, правильно? Конечно. А как? Ну вот, извините, опять же, для девушек, но вот вы видите какого-то потенциально молодого человека, такой, ну вроде как хороший муж, но пока встречаться не будете, но откуда вы поймете? Я согласен, действительно, надо разбираться со своими иллюзиями, прежде чем что-то начинать, отношения с молодым человеком или отношения с работодателем, потому что они не будут простыми, ни те, ни другие. Тут важно еще понимать, что работа – это искусственная стрида. И ждать, что там соберутся люди, которые будут вас любить, и будут вас окружать заботой, и говорить, не надо ничего делать, ну так вы не гнуть, когда начальник проводит собрание, говорит, ну я тоже человек, я понимаю, понедельник день тяжелый, после выходных, ну куда там работать, в общем, понедельник мы не работаем. Вторник – это еще после понедельника, поэтому понятно, что это разгонка такая, мы еще только приступаем к работе. В среду мы пашем, в четверг, это уже маленькая пятница, мы начинаем отдыхать, ну и в пятницу, естественно, мы не работаем. Вопросы есть? Да. Когда человек поднимает руку и говорит, слушайте, а вот эта фигня со средой, сколько будет продолжаться? Поэтому получается, что есть закон сохранения энергии, и часто человек, не мотивированный своим интересом, будет по инерции идти по угасающему. То есть сколько ему не плати, это перестанет его мотивировать через какое-то время. Какие условия не создавай, как в Google. Вышел после обеда, поиграл в голейбол, тот же йогой занялся, выясняется, что мотивация падает. В Google есть такое обстоятельство, если вам лень вставать на работу с утра, то вы можете позвонить и сказать, мне лень, я подойду к 12. Если вам в 12 все еще лень, вы можете сказать, сегодня я буду работать дистанционно. Но это при условии, что вот эта фигня со средой все-таки продолжается, что вы там включились и сделали, потому что там с пониманием относится, да, вы неделю не были на рабочем месте, ну, у нас это расстрел, а там все-таки вошли в положение и помогли вам преодолеть эти свои какие-то нежелания. Но часто вот продолжается это по инерции в отсутствие мотивации. И если теряется интерес, вот тогда теряется все. Поэтому, конечно, мотивация – это движущая сила. И важно ее учитывать, осознавать и даже развивать, потому что она как самолет. Либо двигается, либо падает. То есть мы переходим ближе к осознанности выбора, да. Мы говорим о том, и это ваша тема, насколько я знаю, про осознанность того выбора работы, которую вы совершили, и про осознанность тех функций и того, чем вы, в общем-то, занимаетесь на этой работе. Но есть у нас и вот эти семь, что там у нас было? Семь конституций. Вот мне интересно, расскажите поподробнее про семь конституций, потому что вы так сказали, что они есть, это такое магическое знание, которое, если вы не знаете, то, возможно, у вас будут какие-то проблемы. И потом я бы хотел уточнить, возможно ли, возможно, нужно ли знать эти семь конституций, и правда ли руководители и компаний всегда настолько тиранны, что у нас, по крайней мере, которых можно поставить в противовес там европейским или американским топ-менеджерам? Ну, по поводу конституций, да, из чего они строятся, буквально там пару слов расскажу. У нас есть понятие трех жизненных началов. По-русски это называется ветер, желчи, слизь, да, есть там тибетские, есть индийские названия. Вот. Все мы состоим, в общем-то, по восточной философии из этих жизненных началов. И в каждом из нас они представлены в уникальном наборе. Вот то, чем я занимаюсь на приемах, когда ко мне приходит человек, я определяю его изначальную составляющую, в каком процентном соотношении находятся эти три жизненных начала. И дальше смотрю там уже по заболеванию, да, что за заболевание, вот. И дальше даю коррекцию. Вот. Если говорить о как это могут быть представлены эти конституции, ну вот обычно, когда я читаю лекции, у меня есть слайды, на которых я избраю фотографии известных людей. Вот. И есть люди с преобладанием желчи, да, это, как правило, такие, ну, если внешний вид, такие беснушечные. Ну, там у меня обычно Билл Гейтс на фотографии. Вот. То есть это человек, который проявляет очень активно свою, своей жизненной позиции. Он, возможно, склонен к гневу и, возможно, у него есть проблемы с печенью и желчным пузырем, да. Ну, это вот уже такие медицинские моменты. Вот. Относительно, действительно, устройств в жизни, то есть таким людям попроще чуть-чуть, потому что они очень легко и добиваются целей, и очень сконцентрированы на этом. То есть желчь позволяет нам концентрироваться очень эффективно. Что касаемо людей слизи, да, название неприятное, но эти люди, согласно восточной медицине, это самая такая выигрышная ситуация по той причине, что эти люди могут не только добиваться, но и удерживать свой успех. Поэтому, если мы, ну, посмотрим на состоявшихся людей, правда, сейчас все занимаются спортом, да, и стали худыми, да, но раньше они все чуть-чуть такие были полненькие. Ну, если вспомните, в 90-е годы, да. Да, сейчас так как-то схватывает. Ну, в принципе, сейчас меньше сейчас у нас миллионеры, такие все очень сильно следят. Хорошо знаю. Вот. Это второй момент. И третий момент, люди ветра. Вот этим людям, на самом деле, сложнее всего в условиях стресса, потому что стресс – это у нас дисбаланс ветра, конституция ветра. То есть ветер – это то, что у нас движется, да, в пространстве активно. И это также энергия наших мыслей. И если… что такое стресс? Да, стресс – это постоянное перемалывание в голове одной и той же ситуации. мы себя вот крутимся, крутимся, крутимся вокруг этого и начинаем испытывать эмоции. То есть мы чего-то хотим, мы чего-то не можем достичь, и из-за этого мы очень сильно переживаем. И вот эти люди с ветром, они очень склонны к этому. Поэтому таким людям, конечно же, лучше всего выбирать профессии, связанные с… ну, как искусством, на самом деле. То есть в искусстве им проще реализоваться. И если мы посмотрим на наших певиц, там, да, моделей, вот это вот в ту область. То есть люди довольно худощавые, с тонкими чертами лица. И, как правило, действительно, актрисы, естественно, да, с подвижной психикой очень много, я тоже знаю, не понаслышке. Вот, поэтому вот кратко, да, три конституции мы… Я описала преобладание трех жизненных началов. Далее семь конституций, они подразделяются, там, более мелкие. А эти же три подразделяются еще? А, ну, да, практически. Там процентное соотношение, то есть две преобладают, потом… А есть ли какое-то процентное соотношение, вот есть эти три направления, три стихии, есть ли такая информация, что по воздуху людей в мире больше по этой конституции, а по слизи меньше? Потому что у нас по распределению благ на планете кажется, что с воздухом у всех, большинство, у большинства людей есть какая-то связь. А вот со слизью и с желчью… Ну, вообще, если смотреть по, там, скажем, я могу статистику, просто по своим приемам смотреть, да, по выписыванию препаратов, по ветру. Ну, это на первом месте, действительно. То есть проблема стресса, проблема негативных испытываемых эмоций, проблемы со сном, которые возникают у людей, там, с аппетитом, с анорексией, и все вот эти проблемы, да, расстройства пищевого поведения – это все туда же относится. И это действительно преобладающее количество, и даже если человек, он изначально не принадлежит к институции ветра, да, с преобладанием ветра, то он может испытывать просто эмоции, вот именно по типу ветра. И действительно, этого очень много у нас. Вот теперь можно, пожалуйста, микрофон Алене передать. Часто ли вы встречаетесь, встречаете людей, которые приходят за консультацией карьерной, а вы видите, что помочь этому человеку невозможно? Или каждый человек, неважно, из ветра, если он стихий, слизистый или желчный, это не так важно? Да, любых антар знает, что у нас не бывает плохих соискателей, у нас бывает несоответствие соответственности соискателей и конкретной подъемки. Это главное. Теперь начнят тему тирании и прочих вещей. Знаменитый вот этот HR Бока, который придумал вот эту историю для кукла, со всеми вещами из прачечной, с детскими комнатами, с детскими садами, с возможностью работать из дома. На самом деле, вот не надо тут думать, что Google такой прекрасный. Я много хочу. Мы, наверное, ведущая компания, которой хватит это для Фейсбука и для Гугла в России именно, и для Booking.com и прочее. Так вот, я хочу сказать, мы четко знаем. Рабочий день, сейчас основная программа в Гугле заключается в том, чтобы снизить рабочий день. Рабочий день в среднем 16 часов. Вся эта программа ровно была придумана за тем, чтобы люди условно не выходили из рабочей среды. Неважно, где ты, это программисты. Мы отбираем самых лучших, а, во-первых, заманивая на это, во-вторых, создавая такую рабочую среду, которая не даст возможность уходить. Поспи лучше час днем, сходи в бассейн, поешь креветок, но ты ешь их с теми же, с кем ты работаешь, ты автоматически думаешь о работе, вы все равно продолжаете обсуждать проект, ты, соответственно, сдал ребенка здесь детский сад, ты об этом не думаешь и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, когда говорят, вот, есть вот, про иллюзии работодателя, что есть вот, дескать, среды, где будет очень комфортно, есть среды, где будет очень некомфортно. Ну, конечно, если у вас жарова сейчас в Москве, допустим, 3-4 градуса, а в офисе нет кондиционера, ну, понятно, это, да, это вот некомфортно, люди умирают. Но, в целом, история вот про то, что мы выбираем работодателя по плюшкам, гамакам, бассейнам и прочее, не обольщайтесь. Комфортней там, с точки зрения вот именно внутреннего эмоционального состояния, не будет по двум причинам. Компания, которая может себе это позволить, это всегда компания про то, что она отбирает лучших, раз она столько вкладывает в HR-бренд, она отбирает лучших, вы будете конкурировать с лучшими. У этого, у того же самого гугла, извините, есть главный принцип. 20 процентов, кто знает, что это такое? Это 20, как... Значит, каждый год происходит ассессмент. 20 процентов самых слабых сотрудников уходят, идут на выход. Все. Во всем гугле. То есть, соответственно, поэтому с точки зрения там стрессов и прочих вещей вы конкурируете с самыми лучшими. Набор идет постоянно. То есть, не истерии с теми лучшими, которые были три года назад. Каждый момент мы ищем лучших, 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 лучших. Такая же история существует у Сбока. Такая же история существует у Booking.com. То есть, вы в результате будете все время соревноваться с лучшими и с теми, кто, извините меня, но давайте за цинизм, моложе. То есть, все время приходят те, кто моложе. А те, кто моложе, ну просто физически выносливее. А, соответственно, и для них это впервые челлендж. И вот они пришли, они готовы по 16, по 18 часов. Поэтому никогда не выбирайте работодателя по среде. Вот эти гамаки, печенюшки и прочее, прочее. Это всегда очень внутренне стрессовая история. Но, с другой стороны, это же уловки. Ну, то есть, это уловка, на которую многие готовы пойти. Ну да, для этого мы это придумаем. Для этого Бога и считается вообще лучше. Вот он только писал заявление о подставке, но у него там просто уже миллиарды. Он устал, там, сколько лет он Google строил. Он вышел там миллиардером и вообще просто, ну, он это придумал. Он придумал среду не только для Google. По этому принципу сейчас, по этим основным закономерностям, это наша такая Библия, работают все инновационные компании. Ну, то есть, любой нормальный стартап, который там поднял уже деньги, он стремится ровно так же восстановлечь в эту среду для того, чтобы, собственно, это навсегда. Вот за пример, все правильно. И мы переходим непосредственно к человеку. Вот у меня такой вопрос возник в голове еще до начала нашего круглого стола. Всегда ли проблема заключается в работе? Потому что есть, по-моему, такое ощущение, что человек нашел свое призвание, он пришел на эту работу, и он готов на ней работать, несмотря ни на коллектив, который может не устраивать, ни на выключенный кондиционер, ни на расположение в какой-то неудобной части города. Он готов вкалывать там по 12 часов, по 16 часов в сутки, даже вне таких классных условиях, как в Гугле. Но таких людей, такие люди не все. И если мы задаемся вопросом, что мне некомфортно на этой работе, и если, как Дмитрий говорит, что на любой работе могут вас встретить какие-то проблемы, может быть, проблема все-таки в человеке. Может быть, не в работодателе, не в выборе этой работы, а может быть, человеку на любой работе будет некомфортно. Может быть, дело не в связи, и нет вот этого вот заволшебного звена, при совмещении с которым возникнет магия. И человек, который прокрастинировал, человек, который был рассеянным, человек, который не занимался собой, своей работой, и как раз не был готов выйти в конкуренцию с лучшими из лучших, а искал себе место покомфортней, как бороться с этим внутри себя? Если вы осознаете, что вы человек воздуха, вы не нашли работой мечты, и на самом деле вообще я не хочу работать, творчеством не хочу заниматься, мне нужен комфорт, деньги и так далее. Как человеку объяснить и как человеку помочь в такой ситуации? Как в Коране написано, Магомед говорил, правильно спросить уже половина знаний. То есть то, что вы спрашиваете, это действительно так. Все начинается с человека, он так воспринимает и работу, и среду, в которой находится. Поэтому стресс, в конце селье, еще автор этого термина говорил, что сам по себе это адаптационная реакция, плохо, когда это дистресс, а проблемы в таком системе, хроническом варианте может организовать только сам человек. Поэтому его отношение, которое во многом определяется количеством его иллюзий, и будет создавать количество проблем. То есть не стоит забывать, это капитализм, поэтому из чего будут вам дарить деньги на работе. Конечно, все эти плюшки, это для того, чтобы при гуляк, как Бадриан писал, это просто обмен, вы отдаете свою жизнь, свое время, от вас забирают ваши способности, возможности, ваши действия. Поэтому, конечно, лучше идти на трезвый обмен, когда вы осознаете, что вы отдаете, что вы получаете. Ну и иметь ту мотивацию, о которой мы уже сейчас упоминали совместно. Поэтому, если вы делаете то, что хотите, любите то, что делаете, и делаете то, что любите, то тогда у вас будет гармония. А если попытка что-то открыть, вот там заманили вот такой штукой, то потом последует разочарование. Дома куда есть, в волейбол, оказывается, не играете, а йога, вам тоже неинтересно, ноги затекают. И вот возникает расстройство, разочарование, что это же самая такая крутая компания, а здесь тоже развели как плохо чинистки, и мы снижем, что все не то. Но тут получается как-то все слишком просто. Вот просто осознайте, что вы готовы дать компании. На что компания? Нет, вот осознание как раз это самое сложное, потому что осознание – это процесс. И в этом процессе нужно иметь навыки. Осознание – это не знание, что я вот знаю, что так-то и так-то, я такой-то, такой-то. Осознание – это как раз контакт с реальностью. А проблема, что люди с реальностью не контактируют, они живут в своей реальности. Своей реальностью. Поэтому то, с чего вы начали, про человека, что человек приходит и проецирует свои ожидания. Вот здесь будет так-то, со мной случится то-то. А кто тебе сказал? Ну да, тебе показалось. Чтобы тебе показалось, работали люди, видите, там, миллиард заработали на этом, расставили так фишечки, чтобы тебе показалось, что будет тебе здесь счастье. Все это продажа счастья. Мерседес – это кусок железа, который обещает вам счастье. Но обещать не значит жениться, поэтому здесь весь процесс превращается просто в хронические иллюзии, от которых я врач-психиатр по базовому образованию, психотерапевт, регулярно приходится освобождать. Иногда, к сожалению, медикаментозно, потому что бывают запущенные случаи, когда это уже тяжелая депрессия, человек говорит, ну что это такое, везде обман, везде гнет. Вот, вот я, может быть, чуть-чуть выйду за рамки, просто все так же и с моей стороны, кажется, все звучит очень просто. Ты должен сознать, ты даешь то, не думая о том, что тебя окружают только люди и рекламы, которые… Вот это ключевое слово, понимаете, обниму все ломаются, тут психика из-за этого есть. Нет ничего, что вы должны, и нет ничего того, что вам должно. Есть то, чего вы хотите, и ровно то, насколько вы осознаете, что это ваши потребности, и вы их реализуете, вот настолько вы будете успешны, настолько вы будете находить то, что вам интересно или не находите. Вот в этом основной стопор, что человек инфантилен, пока не разовьется в осознании своем, потому что в детстве все ухаживали, понимаете, с чего началось детство? С большой мордой, вот такая большая морда была видна в ваших маленьких глазах в детстве, и эта морда иногда вам улыбалась, иногда ее сменяла грудь, она вас кормила, кто-то вам менял памперс, и в итоге выяснилось, что есть боги, которые помогают, но нужно там или заплакать, или погулять, засмеяться, и за это бонусы, и это наша историческая память, то есть в некоторых ситуациях мы ждем этих богов, чтобы нам помогли, вместо того, чтобы опираться на себя, и нам будут предлагать от сект до индустрии, что с тобой произойдет, ну а тебе позаботимся, вот основной посыл, и это и люди, потому что вам придется принимать решение, ответственно за вами, внутри, вот точка опоры единства. И поэтому тут много разочарований, потому что ожидание вы должны, вы не должны, и отсюда я должен, я сделаю то, что вы требуете, но с вас я потом спрошу. И вот здесь возникает больше для конфликтов, и внутренних, и внешних. Так, хорошо, но я на самом деле хотел как раз затронуть тему детства, даже не конкретно детства в описании, в таком, которое вы сейчас предоставили. Что нужно, есть ли какие-то рекомендации от каждого участника, всех, кто сейчас находится на сцене, есть ли рекомендации до того момента, как начались проблемы, до того момента, как вы почему-то стали чувствовать себя не так комфортно работе, как хотели бы, есть ли какие-то рекомендации подготовительные, каким образом подготовиться человеку до еще трудоустройства, может быть, в системе образования, может быть, в системе внеучебных, внеобразовательных каких-то процессов. Каким образом подготовить человека к реальности? Такой сложный вопрос. Да, до 8 часов. Да, это понятно, хотя бы направление, просто мне кажется, мы обсуждаем такую проблему, как будто мы посередине пути, проблема уже есть, она огромная и нерешаемая, давайте попробуем разгрести эту проблему здесь, вместо того, чтобы немножко больше потратить времени, но пресечь ее хотя бы в тех людях, которые подходят к Google, которым еще вот сейчас, там, 15-16 лет. Ну, еще в Греции такой был храм очень популярный, Оракула в Дельфах, и там было написано, человек познай самого себя. Вот если этого не произошло, дальше везде будет путаница и проблемы. Значит, я отвечу проще, не делегируйте, ничего в своей жизни не делегируйте, не ходите в вуз, потому что туда пошла подружка, или этот вуз через дорогу, или там у мамы есть плат. Ну, вы зря смеетесь. Это вот если мы опросим абитурентов, то мы выясним, что где-то 70% выбирает вуз по этому принципу, а неосознанно, не понимая, кем вы будете. Первое. Второе. Не бойтесь. Если на определенном этапе вы поняли, что работа вам не нравится совсем, уйдите в отпуск, отдохните недели, две, три, если есть деньги, куда-нибудь уезжайте, но это всегда отлично. Если денег нет, хотя бы уезжайте на дачу, но главное, выключите все рабочие среды, телефон, компьютер, оставьте, смените на это время номер, оставьте его только близким людям, которым действительно коммуникация крайне важна. Подумайте об этом. На самом деле, первой неделю будут просто хаотичные мысли, я не знаю, ничего не хочу. Постепенно вы начнете разгружаться, отдыхать, смотреть на какие-то прекрасные розы и поймете, хотите вы или нет. Если даже не поймете, когда вы вернетесь на работу, вы в этот момент почувствуете, вы просто устали. Второе. Вы хотите сменить компанию, потому что отрасль вам нравится, профессия вам нравится, но в компании условно начальник идиот, или зарплату задерживает, или еще что-то, или третье, все не нравится, вот больше не могу. Третье. Когда вы поняли, что отрасль не ваша, вот в этот момент, я сейчас не рекламирую себя, обязательно обратитесь к карьерному консультанту, к любому. Объясню почему. Очень важно, следующая история, вы не знаете других в отрасли, вы свое-то знаете плохо. Наша история, мы берем ваши скиллы максимальные, то, что в вас максимально сильно, понимаем, в каких других отраслях эти скиллы будут нужны, и переводим вас в эти отрасли, чтобы вы не начинали совсем с нуля. Вас чаще всего и не возьмут, ну там в конкуренции, да, там где-то там с более молодыми людьми без опыта, а во-вторых, собственно, вам будет тяжело. Важный момент. Не хочу обидеть коллег. Это, конечно, не про тех коллег, которые сидят в зале. Ну, буквально я каждый день консалцию, очень много про Энтерапс, это исключительно про профориентацию для взрослых, так вот. Я в день консалцию, ну, примерно, там, ну, 7-8 человек, именно связанных с профориентацией для взрослых, со сменой карьеры. Это, ну, люди начинают им от 20 лет и заканчивая прямо взрослыми дядьками под 50. Так вот, что я хочу сказать. Я очень часто вижу слады, плоды труда психологов. И однажды, вот я это увидела реально, и вот буквально дошло до конфликта. У меня есть девочка, которая много лет, ну, не много лет, несколько раз ко мне приходила и говорила, я очень хочу работать в Фейсбуке. Я говорю, Алина, у тебя это не получится, у тебя нет вот этого, 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 и главное, ты не знаешь английского языка. Для того, чтобы пройти собеседование в Фейсбук, ты должна говорить на рабочем английском, там первое буквально собеседование с тобой будет проводить Ичара Женевы, там английский и рабочий язык. А Алине скучно учить английский, ну, не знаю, по каким-то причинам, она считает, что это я идиотка, и она нашла какую-то тетю психологу. Значит, я вот сижу в кафе, соседний стол, сидит эта тетя, сидит эта Алина, и вот прям при мне Алина передает деньги тете, и тетя ей говорит, все у тебя получится, у тебя только поза очень сокрытая, ты откройся, и вот все, и будет у тебя в Фейсбуке. И смотрит, ну, боже мой, боже мой, ну вот как? Вот, ну, ей же на английском собеседование проходить, кроме того, что нет рабочих скиллов. Так вот, значит, на их одете какого-то профессионала, который вас будет переводить, понимая ваши сильные стороны, на тему детства и прочее. На самом деле, ну, простите, профориентация, ну, давайте, если мы говорим о работе, о карьере, это в общем, ну, не заболевание, и тем более не смертельное. Ну, на самом деле, это всегда работа, ну, в самых даже сложных случаях, ну, полгода. Там не бывает такой запущенной истории, ну, кроме того, вот выучить английский, если мы говорим, там, я не знаю, там, выучить трагонометрию, кроме нескольких профессий, те профессии, которые идут с детства. Вот, условно, если вы мечтали стать балериной, а вам уже 30, что вы не стали, то, вероятнее всего, ну, уже вообще никак. Хотя, вот, если мы говорим, у нас был случай, тетенька, 54 года, всю жизнь хотела заниматься балетом. Из очень бедной семьи, ну, вот в те еще времена все очень сложно, никто там танцевала, но, в общем, никто ее там в балет не отдал. Она бухгалтер, она доросла до, она из небольшого города, она доросла до зампредседателя пенсионного фонда этого города. Она приходит, говорит, все, слушай, ну, вот-вот все, вот я отработала, вот я там детям всем вот этот долг свой отдала, не могу, хочу в балет. Я смотрю, ну, боже мой, ну, женщина, 54 года, ну, господи, какой балет. Мы начали с ней говорить, и вдруг выяснилось, что, значит, в своем городе, что она сделала? Она просто нашла партнера, поскольку у нее, ну, большая записная книжка, пенсионный фонд, ну, сами понимаете, связи. И, собственно, открыла несколько детских студий танца и балета при ДК, и открыла еще маленький журнал для этого. У нее пошел туда народ, она, поскольку она этим болеет, она этим живет сутками, там, прям вот ей счастье, счастье. Она нашла хороших преподавателей, она сразу нашла партнера, который поставил бизнес правильно. Она сама его финансово считала правильным, она не танцует, но она в этом балете, она счастлива. Поэтому мне кажется, что проблема, вот давайте, вот, мы, конечно, все родом из детства, но эта проблема легче. И если мы к ней будем относиться не в смысле легче, а не будем считать, что вот это какая-то огромная проблема, которая нас поработила, то на самом деле решиться она намного легче. Но только две вещи. Надо четко понимать, что вы выходите из зоны комфорта, и на ближайший год-два придется очень много работать, и тогда вы точно найдете работу своей мечты. Вот в продолжении, да, есть ли что ответить про комфорт? Во-первых, часто ищут себе комфорт вместо работы, во-вторых, не всегда то, что человеку кажется настолько логичным в поиске работы, ему чаще всего нужна какая-то подсказка, то есть балету можно заниматься не напрямую, а как-то косвенно, и также получать от этого удовольствие. И третье, быть честным с самим собой, понимать объективно свои возможности и способности, и только найти возможности их применить. Сейчас мы немножко абстрагировались от проблем на работе, от выключенных кондиционеров. Вот условно общая такая ситуация. Ну, я занимаюсь несколько другими вещами, да. Вот вы со своей стороны, нам и интересен вот этот восточный взгляд. Ну, если говорить о восточном взгляде, да, то рекомендуется на самом деле периодически смотреть со стороны на ситуацию. И это касаемо техник медитации, например. Раз уж мы сегодня говорим о Гугле, да, там есть одна такая техника, вот они же тоже испытывают стресс на самом деле, эти люди, это, ну, не люди, роботы, да, то есть они, у меня просто много друзей в Америке живут, и у всех там соцпакеты, и, в общем, я об этом очень хорошо знаю. Вот. И на таких больших корпорациях, как Google, например, есть тренинги по MBSR, да, это Mindfulness Based Stress Reduction, то есть это специальные медитативные техники, которые позволяют человеку немножечко со стороны смотреть на ситуацию, которая происходит у него на работе, да, почему он, собственно, не может, да, то есть это не только психолог, да, это и работа вашего ума непосредственно, то есть вы отходите в сторону немножечко от своей ситуации и смотрите, что же происходит. И наш ум работает таким образом, что остановка вот этого внутреннего диалога, периодически ее нужно делать, она помогает взгляд наш немножко по-другому направить. Вот, то есть вот эта техника MBSR, она в Америке где-то с 70-х годов, наверное, потому что сейчас боюсь ошибиться. Да, я расскажу об этом. Да, вот коллега продолжит. И это золото на компиляции, на самом деле, и буддийских некоторых техник, а что говорил там Будда, да, он говорил, что причина наших страданий, которые мы испытываем в этой жизни, это желание. И если вы уменьшите желания или соизмерите их со своими возможностями, да, то страдать вы будете точно меньше. Вот, как говорилось там в известном фильме, что пусть наши желания совпадают с нашими возможностями, то есть это, в общем-то, компиляция учений Будды, не странно. Вот, то есть, в принципе, вот с желаниями нужно немножечко работать и смотреть со стороны на них. И это, наверное, подход восточной медицине. Ну вот, хотелось бы сейчас передать слово Дмитрию, потому что, да, спасибо большое. Взгляд со стороны медитации. Я вот часто тоже думаю про медитацию, никогда в жизни не медитировал. Кто-нибудь медитировал? Есть люди в зале? Нет? О-о-о, отлично, такое уже на пути к успеху. Но есть для кого-то человеком, этим взглядом со стороны, как-то в эту роль включается человек, действительно другой, который со стороны смотрит и подсказывает. Есть такие навыки и такие возможности, такие практики, в которых вы сами можете посмотреть со стороны. Как найти между этим балансом? Расскажите, пожалуйста, про это поподробнее. Можно ли, нужен ли помощник? Понятно, что он, наверное, на первом этапе нужен. Но как самостоятельно самому себе помочь? Каждый день помогать себе. Для начала я отвечу на предыдущие накопившиеся вопросы, рядный марок. Ну, не все йогурты одинаково полезны, как мы слышали на предыдущей лекции по правильному питанию. И психологи – это общее название, потому что у нас политикой, футболом или спортом в целом, и психологией занимаются все. То есть, кого ни спроси, каждый психолог по жизни. Поэтому тут и возникают сложности иногда в дифференцировке. Поэтому неизвестно, попали в человеку, который будет снимать с вас порчу, или со звездами договариваться, или с потусторонней какой-то реальностью. Каждый может назвать себя при этом психологом. Зо, астро – это уже как-то там дополнение, которое придумает себе для визитки любой специалист. Это вопрос как раз, проблема такой профессиональной в нашей среде, как минимум. Потому что многочисленные исследования, они не только отечественные, но в психиатрии американской, европейской говорят о том, что среди психологов, психиатров, психотерапевтов в шесть раз больше психически больных людей, чем в популяции. Поэтому тут, знаете, большой вопрос. Стоит ли действительно обращаться и доверять. Поэтому осознанность – это то, что пригодится не только на работе, но и в личной жизни. Потому что вы видите, что каждый выбор с едой, как предыдущий оратор до 3.15 рассказывал, сколько муфов там существует, и иллюзия, которые обжигаются люди. То же самое и в остальных сферах жизни. В отношении МБСР вообще это когнитивная терапия, когнитивно-проведенческий подход. По сути, почти отечественная практика. Россия – родина слонов. В Казахстане находили предков слонов. Поэтому есть какие-то даже основания для такой гордости. Работы Ивана Петровича Павлова, Владимира Михайловича Бехтлева, Алексея Алексеевича Ухтомского легли в основу бихевиоризма. Джон Уотсон в начале еще 20 века, в 1913 году, написал такой манифест, где обозначил, что поведение человека вызвано внешним стимулом. И мы можем проследить такая формула, еще предложенная Декартом – стимул реакции. Но это была очень жесткая механистическая конструкция. В середине 20 века появилась когнитивная революция. И в психологии, и потом в психотерапии. Вот вторая волна – когнитивная терапия. Это в первую очередь работа Аарона Бека. Он до сих пор жив. Мы ездили недавно, в прошлом месяце, 18 июля, в Филадеку и его поздравляли. 95 лет ему исполнилось. И он до сих пор в очень активной форме. Он работает. У него мощнейший институт. Огромная академия. Все фундаментальные работы сейчас по психотерапии. Ну, 60% американских психотерапевтов называют себя когнитивно-поведенческими. А это 300 тысяч психотерапевтов. Все эксперты ВОЗ сходятся на то, что это золотой стандарт на сегодня психотерапии. То есть и психоанализ, психодинамическое направление, и гуманистическое – это такой факультатив на сегодня. И страховые компании в основном платят за КПТ – когнитивно-поведенческую терапию. И появилась в 70-х, действительно, начало 80-х годов, так называемая третья волна. Бехиоризм – это работа с внешним поведением. Когнитивная терапия – работа с мышлением. А третья волна – это выход за рамки мышления. Выход – то, что на восточном языке, в языке восточных практик, называется «выход за пределы думающего ума». Целый час была лекция вчера про monkey mind, такой реактивный, вон, когда наша обезьянка была, и за все хватается. Там заблестело, тут зашумело. То есть это то, что, опять же, вот как я бы называл, мысленная жвачка. В психиатрии это называется руминацией, воспоминания какие-то. Зачем же я туда пошел? Может быть, не стоило? Сделал не то, сказал не так. И прогнозы, некие ожидания. То есть воспоминания чаще депрессивный спектр эмоций вызывает. Ожидания чаще тревожны. Что будет, как будет, вдруг война, вдруг уволят, вдруг спит, вдруг онкология. Тоже вчера была интересная лекция друг друга Ильи Фоминцева о современной профилактике онкологических заболеваний. Вот масса таких проблем оказалась свойственна вообще человеку всю историю человечества. И поэтому достижение цивилизации не только буддизм, да, сизм, даже вот работы индийцев, определенных, очень, оказывается, грамотных в этом отношении, как работать со своим, ну, там это называется духом. У нас в цивилизации называется психика. Хотя психия – это душа, в переводе с греческого, по сути, это генетичное название. И вот третья волна, она предлагает действительно занять так называемую метапозицию, выйти из потока своего сознания, который склонен к этим руминациям, склонен к зажевыванию чего-то или к обдумыванию напрасному. И работает в холостую. Что медитация, что mindfulness, но ряд авторов, в частности, вот Дзин Зигал, автор МБСР, или Джон Кабадзин, автор вообще самого такого термина, первоначально введенного в когнитивной терапии mindfulness, автор многих книг, которые разъясняют, что это такое и как с этим работать. Кстати, на русском больше 20 книг есть о mindfulness научных. Зигал, например, это психиатр с докторской степенью. В Массачусетском университете работает Джон Кабадзин уже больше 30 лет. Поэтому это все серьезные работы, которые прошли систему мета-анализов, очень сложной обработки с доказательными, там, двойными слепыми исследованиями, с кохрановскими такими исследованиями. Это самые строгие на сегодняшний день в мире науки исследования. Поэтому это подтверждено и с помощью ЛИБРТ, и с помощью различных анализов, что действительно изменения происходят. Изменения в психике, изменения в трофике различных тканей. Так, сейчас работают с хронической болью физической, работают с сахарным диабетом второго типа. Уменьшается концентрация глюкозы, уменьшается потребность в инсулине, уменьшается артериальное давление. То есть много доказанных уже таких эффектов непосредственно телесных. Но главный эффект – это другая жизнь, другое качество жизни, более осознанное, без вот этих убеганий в прошлое и будущее. То есть это, ну, такая сила настоящего, как это позиционируется, ну, иногда в таких регламных слоганах, таких тренингов. Здесь очень сложно отделить, конечно, опять же, вот такую эзотерическую направленность и научную. Много боев идет даже внутри научных сообществ. Ну, вот институт Бека, я учился в институте Бека, и в институте Элиса, и в Нью-Йорке, и в Филадельфии. Там Mindfulness включен. И в том и в другом УЗИ. Это такие сильнейшие школы на сегодня в Америке по поведению терапии. И они все равно считают, что это работает, потому что это подтверждено исследованиями. И ВОЗ, и АПА, Американская психологическая ассоциация, и вторая АПА, это Американская психиатрическая ассоциация, имеют список так называемых evidence-based medicine, видов медицины, которые доказаны. И вот психотерапия из полутора тысяч методов, только 80 считаются evidence-based medicine. Mindfulness туда тоже включен. То есть их очень немного, вот по пальцам пересчитать, практически из огромной кучи. И это возможность быть более осознанным, включенным в реальность, и тогда замечать вот те иллюзии, которые навязывает там реклама, или такой работодатель, который не может изначально быть настолько добросовестным, чтобы оставить вас дома и, пожалуйста, не работайте, будем перечислять вам зарплату. Это, конечно, иллюзия. Это просто выясняется глупость. Ну, или да, глупость настолько, на противоестественном таким. То есть извлечение прибыли, вот задача. Ну, конечно. Поэтому это бизнес, да. Не надо будет всего с дружбой или сомневаться назад. Да, вот вопрос, 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 можно, пожалуйста? Очень интересная тема. Мы, кто-то себе пометил, почитать многочисленную литературу. А есть ли практики, вот если говорить про буддизм и про медитацию, очень такая популярная сейчас история, как это просто? Думай про дыхание, выключай сознание, выходи за рамки мышления и так далее. И вот такая очень близкая, приближенная, по крайней мере, просто понятие, не нужно читать книги, ну, для многих. Вот расскажите про практическую сторону применения вот этого выхода за рамки мышления. Вы как раз совершаете традиционную ошибку. Осознанно. Осознанно, надеюсь. Как раз это и иллюзия, что медитация – это выключение сознания или отключение сознания. Это как раз выход из зомбифицированного состояния сегодняшнего загнанного человека. То есть прямо противоположно. Мы не уходим в транс или не уходим в какой-то наркотический дурман, хотя в ГОО многие едут помедитировать вот именно... Нет, нет, мы говорим сейчас про медитацию именно в этом смысле. В хорошем смысле слова. Да, да, конечно, конечно. Я думаю, что все же не стоит в этом. Если в хорошем смысле слова, то здесь возникает проблема. Вот наш замечательный соотечественник, житель нашего города, Лев Гумилёв, говорил. Попробуйте сказать о том, что такое свет просто. Вы скажете или не точно, или это получится очень непросто. С медитацией и с майтл у нас практически то же самое. То есть вы сказали просто. Ну это просто, там мы расслабились, заняли определенную позу, отключились. Во-первых, это не получится. Во-вторых, выяснится, что это совсем непросто. Потому что нужно поменять мышление свое. Вот коллега говорил о том, что ветер в голове – это такое иносказательное и одновременно метафорическое название. Что это наши мысли. И они могут нас завести черное откуда. И проблема с мыслями, вот что является проблемой человека, который потом испытывает сложности на работе, в общении, дома, по дороге туда и обратно. Именно это приходится осознавать. Понимаете, мысли – это как тараканы. Они постоянно бегают, там суетятся, куда-то кого-то тащат, чаще всего нас и не туда. И мы этого не замечаем. Потому что по БЭКу, о котором я уже упоминал, в когнитивной терапии говорится о том, что мышление имеет сложную структуру. Есть поверхностные мысли, произвольные. С точки зрения психологии их 7 плюс-минус 2. То есть мы не можем осознавать больше 9 мыслей одномоментно. Не можем управлять больше 9 какими-то действиями и движениями. Соответственно, в нашей голове поток мышления грандиозно больше, чем этих 9 мыслей. Подавляющее большинство. То есть это как верхушка айсберга. Главный айсберг – это мысли автоматические. И вот эти автоматы, то, чего мы, а, редко замечаем, б, не управляем из-за того, что они непроизвольные. И из-за этого, даже когда нам хочется сделать что-то по-другому, вести себя иначе, мы действуем по заложенным программам. А за этими программами еще стоят установки, как фабрики производства этих программ. А за ними еще стоят схемы, накопленные опыты. Поэтому, чтобы перелопатить все это, во-первых, нужен инструмент. Этим инструментом является осознанность. Замечать, что я думаю перед тем, как я разозлился, перед тем, как я накричал, перед тем, как я убежал, перед тем, как я не пошел на работу. То есть я о чем-то подумал, прежде чем так отреагировать. Но, кажется, эмоции возникают сами. И это тоже иллюзия. Потому что эмоции – следствие наших оценок, нашего восприятия. Большинство этих мыслей не являются заметными. Они являются паспудными. Но вопрос, когда нам кажется, что мы не управляем этим, как же мы можем добиться этого управления? Мы можем перемещать фокус осознания. То есть произвольными могут становиться те мысли, которые осознанны. И мы можем тогда ими руководить с большей четкостью. То есть, например, часто человек говорит, ну я вот хотел, но не получилось. Я пытался, но не смог. Задайте вопрос такому человеку. Вот ты сейчас пришел на собеседование или на работу, одежда. Как у тебя это получилось? Наверняка ты думал, ломал голову, какая подхода, что одеть. Ты не пришел голым, ты не пришел в чем был. Ты все-таки собрался и переоделся. Поэтому, когда люди говорят, ну, знаете, я такой прокрастинатор, я даже организовал общество прокрастинаторов, и мы перенесли собрание на следующий год. Что у меня ничего не получается, я не могу. Это иллюзия. Ты смог найти тысячу объяснений, почему ты не можешь. Ты сюда добрался для того, чтобы это объяснить. То есть у человека есть мотивация, но он ей не пользуется, потому что не осознает, чего он по-настоящему хочет. Часто реагирует на то навязанное, что ему предложили хотеть в магазине, по телевизору или друзья. И не осознает своей истории, потому что там заложены многие проблемы, которые он лишь как в раковину куда-то загрузил и на дно поместил. И поэтому он делает такие выборы в связи с давлением всего этого хозяйства, которые он даже не осознает. Поэтому медитация – это не упыханный какой-то там товарищ сбор, который сидит и занимается учебной ночью. Это как раз возможность понять себя, проработать себя. Поэтому люди уходили в какие-то пещеры, катакомбы, а потом выходили какими-то продвинутыми, посветленными. Кто их там учил? Они пошли в пустыне, они сидели там на столбе или вообще где-то слонялись, а выходили какими-то очень толковыми ребятами, которые задвигали какие-то темы. Лучше бандит Серафим Саровский, как раз, все рассказывал. Человек писать-читать не умел, раз, написал главную книгу мусульман. Вот вопрос, откуда-то там белком я говорю. Вопрос теперь, да, возвращаясь. Мне просто очень важно понять, и может быть, я думаю, большинству, понять, есть ли практические способы, не... Они исключительно практические. Вот про них, да, мы и говорим, есть ли эти практические способы, и как они звучат вообще, можно их каким-то образом узнать, да. Пожалуйста, можно я вмешаюсь? На самом деле все проще, друзья мои, пожалуйста. Это все прекрасно. Но вот в рабочем мире все проще. Давайте начерчим матрицу. Если вам важен комфорт, вот просто бытовой комфорт, стабильность, а ваши интересы лежат не в зоне реально вот сейчас карьерного роста, не важно, детей вы растите, дачу купили, и сейчас там вот хотите цветочки сажать, не знаю, там по вечерам картины пишите, а работа вам нужна просто, чтобы есть. Вам надо идти в стабильную компанию, желательно с госучастием. Там на самом деле минимально будут спрашивать и платить достаточные деньги. Такие, желательно не в сам гос, а при госкомпании, где, собственно, стабильно все хорошо. Если вы хотите карьерного роста, вам идти в компании в тех отраслях, которые сейчас растут. Это прежде всего IT, робототехника, или где технологическая революция, это прежде всего там новая фармакология, медицина, агро. Вот там на самом деле у вас будет карьерный рост, потому что там все меняется сильно. Если вы хотите творчества, то лучше всего, а, нет, неправильный ответ, не идти в компанию, где творчество, а сначала сделать следующее. Сначала, если вы не твердо уверены, пойти в стабильную компанию и, соответственно, и сделать творчество хобби, попробовать, очень важно, промерить, продается ли ваше творчество. Не из серии, друзья говорят, о, клево, клевые картины пишешь, или клевые эфиры ведешь, а реально попробовать продать. Причем там не один раз, а как минимум 3, 4, 5. Если это продается, тогда постепенно можно ходить. На самом деле, вот я не против, я сама, кстати, очень люблю медитацию, действительно, на самом деле, вот соцпакеты крупной компании не входят, и там, у нас офис, например, ну просто, я девочкам на выбор сказала, либо йога, либо медитация, ну там, собственно, подписала их, ради бога, выбирая в рамках этого, но карьера проще. На самом деле, вот вы как носители не проще, а карьерные вещи, закономерности, они много проще. Пожалуйста, поумните об этом. Да, если маленькую реморку, сейчас я передам слово. Действительно, не стоит пытаться чинить неразбившуюся чашку, если у вас все в порядке с головой, ну просто смотрите, какие у вас цели и задачи. Делайте из этого, может быть, письменные практики иногда. Выпишите на бумагу, легче будет разобраться. Вот, раскидайте, действительно, каким-то там матрицам, тогда это будет визуализировано. Вспомните Штирлица, который там рисовал вот эти лица, там Горбман, Геббельс, Геринг. То есть визуализация помогает осознать. Фиксирование своих мыслей помогает вытащить некоторых тараканов. Но если это не клинически запущенный случай, как говорится, то и не надо усложнять. Лучше взять, мне кажется, вот этот микрофон. Ну, поскольку я работаю, например, чаще всего действительно с клинически запущенными случаями, вот, то я могу кратенько рассказать, в принципе, что мы делаем, и в частности по медитации, там, да, я иногда тоже рекомендую. Вот, то есть на самом деле у нас 4 основных метода в тибетской медицине лечения, да, человеку, независимо от того, какими проблемами он приходит, он может прийти действительно замученным за работой, погруженным в стрессы, или может прийти уже с соответствующими заболеваниями, причиной которых являются эти работы. Потому что мы с человеком разговариваем, прием часовой, поэтому за час, естественно, там уже поговоришь обо всем, да, вот, и в частности о причинах развития заболевания. Вот, и первое, что мы делаем, это мы корректируем питание, да, питание человека, вот как ни странно, да, вот, потому что вот, и я думаю, что сегодня, вчера, наверное, слышали много о питании, питание тоже может быть разным абсолютно. И есть питание, есть продукты, которые помогают нам справиться со стрессом. И если вы испытывали там в течение дня этот стресс, или у вас какой-то сложный период на работе, есть простые довольно методы, которые вечером вы можете применить для себя, и уровень стресса у вас понизится. А вот, но это уже медицина, соответственно, да, хоть она и такая восточная. Вот, первое, питание. Затем образ жизни. Образ жизни. Ну, вообще, вот сколько я видела довольно успешных людей, а это, ну, есть и люди из Форбса, да, которые тоже приходят, к которым чаще я приезжаю все-таки. Вот. Они, например, что делают? У них очень жесткие графики. Очень жесткие графики. И это люди с феноменальным, совершенно вот, феноменальным распределением своего времени, да. То есть, и это тоже позволяет им находиться в определенном ритме жизни и бороться со стрессами, потому что они встают рано, как правило, да. Ну, есть, конечно, кто поздно встает, но чаще всего рано. Это физические нагрузки. Обязательно, обязательно. То есть, у нас все с большим физическим нагрузком. Вот. Это тоже позволяет активизировать кровообращение головного мозга, естественно, да. Очень многие думают в беге, вот. Да. И абстрагируются, опять же, от звонков, от того, что их постоянно все трясут. Вот. Это второй, то есть, образ жизни. Ну, естественно, ранний отход ко сну. Там много, может быть, моментов еще дополнительных, потому что в зависимости от каждого человека. Вот. Далее. Ну, фитотерапия, либо добавки, либо какие-то корректирующие, там, более уже серьезные травы, препараты. Ну, это уже действительно мы на приеме подбираем. Ну, по, там, какие-то простые моменты могу сказать, что очень здорово и быстро помогает снизить стресс. Ну, как ни странно, такая была очень простая специя, которая есть практически в любую кафе. Вот. И последний момент, это то, что мы делаем внешние процедуры. Это могут быть, там, иглоукалывания, массажи, которые сейчас тоже очень популярны. Работа с самим собой, то есть, это может быть, действительно, и какие-то техники ссредоточения. Самые простые техники ссредоточения, которые я, там, рассказываю людям на приемах, там, в течение пяти минут, и все это понимают, это концентрация на своем дыхании. Вот. Дыхание с вами всегда, оно от рождения и до последнего выдоха. И поэтому, сконцентрировавшись на своем дыхании, вы можете очень хорошо выйти, вот, из этого состояния, ну, болталки, да, вот, monkey mind, у вас перестанет работать. А, поэтому, концентрация на своем дыхании, концентрация на вдохе и выдохе, ну, в течение, там, пары минут буквально, да, потому что, кстати, изначально очень сложно делать, там, 10-15-минутные медитационные сессии. Она позволит вам уже, эта концентрация, как-то изменить взгляд на мир, взгляд на окружение и на проблемы ваши, да, которые у вас, наверное, вот, что-то есть в жизни. Опять же, я говорю, что я работаю уже, действительно, вот с проблемами. Ну, я понял, но, тем не менее, все, что вы говорите, звучит и как лечение, но, на самом деле, и так же, и как профилактика, да, все, то же самое можешь сделать и не... да, пожалуйста, Алена. Вы знаете, вот, ну, так получилось, что, в общем, ну, не к бахвальству, да, довольно много общаясь с Марком, ну, то, чтобы много, но периодически. Вот вы как-то заговорили о стрессе, и он такой, я говорю, ну, вот как, стресс, как еще, вот такой, так это же самое классное. На самом деле, в состоянии стресса я мобилизуюсь и умею в результате находить нестандартные суперрешения. Стресс вытягивает меня на новый уровень. Если вам некомфортно, в самом, вот, почему-то мы придумали, что стресс – это плохо, стресс – это неплохо. На самом деле, если вам очень некомфортно, это значит, пришло время переходить на следующий уровень. Основная, особенно всех людей, ну, наверное, там, вот, наверное, знаю, весь русский психолог, наверное, практически весь. Они, дело не в том, во сколько они встают, да, они очень по режиму работают, но дело в том, что они постоянно учатся. И как только они попадают в какую-то зону адского некомфорта, они себя за уши, как Минхаузен, да, за волосы, вытаскивают из этого. Это история постоянного обкрытого учения. Поэтому стресс, ну, поэтому они там все, там, прыгают с каких-то, там, высот, там, бегают где-то, там, ездят в какие-то горы, ломают ноги, в общем, делают черти что. Но на самом деле, вот как ни странно, это то, что их движет. Но прекратите все время себя сознательно затаскивать в уровень комфорта. Окей, мне хорошо, я весь такой благостный, мне 30, я сижу и смотрю на этот цветочек. Окей, ну вы так вот будете на него смотреть, вы не сделаете, вас обгонят, и в 50 вы выясните, что вы сидите, смотрите на этот цветочек, и ладно бы было какое-то счастье. Цветочек сдох, и вам есть нечего. Ну вот, сори, за прямоток. Я тоже пару слов, пару слов, по-моему. Вот что, да. Про Цукерберга, да, то есть, если по конституции смотреть, то это типичный человек желчи, прошу прощения, желчи, да. То есть, это люди, которые будут бороться, они будут драться, им это нравится, они без этого не могут никак. Вот, и, ну, я думаю, что вам, наверное, есть что сказать про позитивный стресс, да. То есть, есть такое понятие и в психологии, и в психотерапии позитивный стресс, вот. То есть, стресс может быть действительно не только негативным, но и позитивным. А люди типа желчи очень любят любой стресс, и, как правило, конечно, они с удовольствием и развиваются на нем и так далее. Ну, изначально, если почитать самого автора термина стресс Ганса Селье, он еще в 30-х годах написал, что стресс – это адаптационная реакция организма. Там нет ничего другого в этом названии. И он ввел второе понятие – дистресс, хронический стресс. Поэтому дистресс – это плохо, не надо загоняться, потому что вы не сможете потом действовать. То есть, чтобы нормально трудиться, надо нормально отдыхать. И вопрос просто равновесия, баланса. Потому что есть две стороны жизни, как день и ночь, как сон и бодрствование, так и активность, и отдых. Да, у нас действует даже два типа автономной нервной системы. Симпатическая, которая отвечает за деятельность, эрготропную функцию, и парасимпатическая, которая отвечает за накопление, за восстановление. Поэтому задача просто устанавливать свой баланс. У каждого он свой. Кто-то спит 6 часов, кто-то спит 9-10. Поэтому нельзя сказать, что есть норма сна, например. И также нельзя сказать, что есть норма активности. Для кого-то вот этой энергии будет мало потрачено, а для кого-то это уже все – выдохся, язык не отвечай. Поэтому здесь задача понять себя и развивать свои сильные стороны. И здесь не важно, где будет это развитие, применение в бизнесе, в спорте, в художественном творчестве. Важно, чтобы человек осознавал, что он хочет, как он может это реализовать, что это ему помогает. Потому что иногда человек долбится в закрытые двери, не понимая своих каких-то дефицитов или ограничений в стену, вместо того, чтобы осознать, обойти ее или решить каким-то другим путем эту проблему. Поэтому, конечно, работа – это такая же сфера реализации, как и любая другая. Ее надо воспринимать с интересом, с энтузиазмом, и тогда она будет давать отдачу. Тогда она не будет дистрессом, истощением и изненажением. Различные практики, их можно освоить. Просто концентрация на дыхании. Но я не буду остановиться подробно. Вчера целый час я рассказывал о видах майндфулнеса. Что это может быть и внимательность к своей ходьбе. Вы просто осознаете, что вы делаете. Если вы идете, как про медитацию есть известная фраза, что если вы осознанно моете посуду, то это уже медитация. Если вы стрижете газон, любимое американское выражение, то это тоже медитация. Если вы здесь вместе с газоном, а не уходите куда-то в своих фантазиях или в каких-то воспоминаниях. Поэтому нам сложно оставаться в настоящее, потому что оно часто для нас скучное. Или нас отвлекают какие-то напрягающие мысли. Но это практика, и если практиковать, то можно научиться. Это просто рефлексы по Павлову, если вы их воспитываете, культивируете, то они отвечают вам благодарно. Так же, как Бэк в 95-е вас спросили на этом дня рождения. Ну как же так? Вы дожили, у вас должна быть органика, вы уже должны быть в маразме. Как же вы так все соображаете? Вы там лекцию прочитали, физический разбор провели, вы уже 8 часов на ногах. Он говорит, что мозг как мышца. Если вы его тренируете, собственно, он благодарен и отвечает вам роботоспособностью и активностью. Поэтому не запускайте, сохраняйте баланс, не впадайте в крайности, не занимайтесь фанатизмом. И будет вам счастье, как говорится, и трудоспособность, и победа на этом фронте. Ура, спасибо, спасибо большое. Там, можно ли, что аплодисменты? Не восприняйте, круглый стол, смотришь, все что угодно. Вопрос такой. Вот перед тем, как мы перейдем к вопросу, возможно, у кого-то возникли вопросы. Есть вопросы? Да. Подождите, подождите, подождите. У меня вопрос практичный, практический. Вот, допустим, сегодня, особенно после заданных вопросов, полученных ответов, человек решил сменить работу. Вот он либо посвятил в какое-то свое время практикам, либо он услышал Алену и понял, что да, мне нужно прийти, не бояться. И осознал то, зачем ему нужна работа, что он готов на нее поменять и что он от нее непосредственно ждет. Как не бояться это сделать, но это такой очень, да, общий вопрос. Какие советы вы дадите человеку, может быть, отвлекающего от этого страха, либо наоборот, двигающего его в осознание того, что любой страх и стресс это нормально. И есть ли какие-то ограничения, есть ли какая-то ситуация, в которой человек может ошибаться, что ему нужно поменять эту работу. Вот такой сложный, комплексный вопрос про то, как человеку действовать в ситуации, когда он думает, что ему нужно поменять работу, либо он уже готов поменять и не знает, что делать с этим. Я ничего не знаю, что вам делать с вашим страхом и таком коллегам, потому что это не зона моей специализации, а вот что делать практически я вам расскажу. Первое. Значит, берете бумажку и записываете, вот коллега очень правильно сказал, но на самом деле ничто так не структурирует и внутренне не дисциплинирует мозг, как когда мы просто записываем. Вот это и про бизнес, если хотите свое делать, и про работу, и про что угодно. Вот когда вот вы начинаете записывать, вам в мозгу кажется, что ой, да все я знаю, а вот начинаешь записывать, ничего не знаешь. И пишете на одной стороне, что вы очень любите делать. На второй стороне этой бумажки прям расчерчиваете, пишете, что вы не выносите делать. После того, как вы это записали, вы перевернули эту бумажку и написали свои самые сильные стороны, свои конкурентные преимущества. Обращаю внимание, вот тут важно. Ваши конкурентные преимущества не из серии «я хороший маркетолог» или «я хороший психолог». Они должны быть оцифрованы. Условно, я хорошо, не знаю, там, веду эфиры, всегда на моих эфирах очень много, там, я не знаю, там, смотрибельность выше, чем у моих коллег. Прочее. Вот вы записали конкурентные преимущества. Любые. А дальше вы должны написать отрасли, подумать, вот это лучше делать, конечно, с карьерным консультантом, но не можете подумать и сами. Или спросите всех своих друзей. Те отрасли, в которых вы хотите работать и где, кажется, это есть. После того, как вы записали эти отрасли, вы делаете простое. Вы находите людей, которые в этих отраслях работают. Обращаю внимание, есть огромная история про мифологию профессии. Вот чего мы начинали, когда мы говорили про Google. У меня есть такая прям вот вечная история. Большинство девушек хотят открыть свою кофейню. Вот они, ой, хочу свою кофейню. Я говорю, опа, а теперь давай опишем твой рабочий день. Нет, ты не будешь варить кофе и делать десертики. Это ты будешь заказывать на аутсорс. А у тебя с утра придет санэпидемстанция. Потом у тебя уволится, я не знаю, там, официант. Потом у тебя надо, я не знаю, там, тебе не завезут стулья. Потом тебе подрядчик не завезет пирожные. То есть на самом деле ты будешь заниматься бесконечной вот этой операционной работой. Потом к тебе придет милиция и скажет, давай взятку. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ты хочешь этим заниматься? Ой, нет. После того, вот выбрали те отрасли, которые вам интересны, и спросили людей, которые в этих отраслях работают. Всегда в своем кругу своих знакомых можно найти людей, которые работают в этой отрасли. Расскажи мне в реалии, расскажи, как там работать, сколько платят, что спрашивают, ну, да и так далее, и так далее, и так далее. Когда они вам рассказали, в результате из вот этого всего списка отраслей у вас большинство вычеркнулось. Осталось одна, две, три. А дальше вы задаете там прям сакраментальный вопрос. Слушай, а скажи мне две вещи. Сколько вот в вашей отрасли платят? И второе, насколько вообще быстро там возможен карьерный рост? И вот, и вдруг, допустим, выяснится, что зарплату в этой отрасли в три раза меньше, или плохо, решать вам. Вы такой, ой, не, ну я не могу, у меня там ипотека, ребенок, там, и прочее, прочее. Дальше. После того, как вот осталось вот то, что вы можете себе позволить и интересно, вы дальше находите еще двух-трех человек из этой отрасли. И спрашиваете, показываете ему бумажку, ваши самые сильные вот эти конкурентные преимущества. Вы говорите, слушай, а на твой взгляд, что из этого может быть этой отрасли интересно? И условно, допустим, часто выясняется, вы чаще всего не знаете своих конкурентных преимуществ, которые можно применить в другой отрасли. Например, вам кажется, ну что там, ну умею я тендеры выигрывать, я все время там, вот работа у меня скучная, работаю в муниципальной власти, вот выиграю, выхожу, выигрываю этот тендер. Условно, для интернета сейчас, для стартапов, это огромный скилл. Такие люди нужны. Ну я простейший пример привожу, их можно, то есть вот такие конкурентные преимущества можно находить. Дальше, соответственно, когда вы их нашли, вы перевернули бумажку на другую сторону и дали почитать этому человеку. Слушай, скажи, а вот мне вот принципиально важно вот это в этой работе. Это будет вот то, чего я очень хочу отработать. Он такой, не, ну ты что, какой ненормированный, там какая удаленная работа? Да, она удаленная, но 18 часов в день. Или там, я не знаю, там тот, этот, вы посмотрели, что подходит. И вот после того, как вы сформулировали свои конкурентные преимущества, которые нужны новой отрасли, когда вы узнали о том, что эта отрасль действительно вам подходит, внимание, ни единый чар не возьмет взрослого человека без опыта работы в этой отрасли, соответственно, потому что, ну вот миф у нас такой, нельзя, да? Поэтому через резюме трудоустроиться невозможно. Каким образом трудоустроиться? Только через сетку знакомств. Вы находите всех, кто, соответственно, в этой отрасли работает, всех ваших друзей, 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 родственников, знакомых, ваших одноклассников, бывших однокурсников и прочих. Всех-всех-всех-всех-всех огромным таким ресерчем. Дальше им рассказываете, слушай, я очень хочу перейти, порекомендуй меня, пожалуйста. Важная история. Вам будут говорить 10 из 10, что порекомендовали, в реалии статистика, из тех, кто говорит, что порекомендует, рекомендует 1,2 из 10 человек. То есть меньше двух людей, а все остальные не рекомендуют. Что важно дать этим людям? Этим людям важно дать вот эти ваши конкурентные преимущества, потому что они еще не будут писать, слушай, посмотри, Вася, он хороший. Нет, а вот другой совершенно вопрос. Слушай, посмотри, Вася, он умеет делать вот это, 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 возможно, вам нужно. Окей, это другой разговор. После того, как вы подняли всю эту связь нетворкинга, вам еще очень важно ходить на профильные конференции, вот в той отрасли, куда вы хотите перейти, знакомиться там с людьми и точно так же себя продавать. Обычно, вот мы примерно делаем то же самое, но просто, ну там, я просто знаю, наверное, всех HR-ов Москвы и большинства Питера, поэтому у нас как-то работает там просто быстрее, но в среднем, вот, соответственно, вы за полгода перейдете из отрасли в отрасль. Но, важный момент, вот в серии, чтобы не было иллюзий, при переходе, вот при поиске работы своей мечты, перехода из отрасли в отрасль, вы в среднем теряете в доходе 20-30%. Вы их потом быстро наверстаете, но в течение там полутора-двух лет вы этот доход теряете, вы должны это понимать. Ну, вот как-то механика такая. Спасибо, спасибо. По поводу страха, вы в другой части вопроса, менее практичные, но на самом деле, может быть, даже и более важные. В отношении страхов у меня целых-то книг о страхах, поэтому, коротенько, в пару минутах сложно будет сжать. Здесь, в первую очередь, надо воспринимать страх как иллюзию. И вот мы много сейчас говорили об иллюзиях, и иллюзии, что легко открыть свою кофейню. У Насима Талеба есть такая книжка «Черный лебедь», очень известное сейчас выражение, и у него есть такой фрагмент, посвященный ресторанам, и такая крылатая фраза, что на кладбище закрытых ресторанов очень тихо. О них нет рекламы, о них не шумят в прессе, по телевидению, но это сотни. И Нью-Йорк – пример того, что там рестораны меняются с бешеной скоростью, потому что это сложная вещь, и стоит осознать, как раз разобраться. Может быть, я просто хочу улыбить кофе, потому что я хочу хорошо посидеть, отдохнуть, и обязательно для этого угородить огород и создавать свою кофейню. Конечно, может быть, там мило было бы посидеть, осознавая, что это мое, но достаточно сходить в кофе-хаус или в Старбакс, и это, в общем, решит проблему, потому что после кофе появится еще какое-то желание, а как мы знаем по товарищу Сиддхарке Гаутаму, Гаутами Шахьямуне, он же Будда, что количество желаний неиссякаемо. Ну, в общем, здесь только будет головная боль от санэпидстанции, ну, там, милиционеров, полиции теперь. Поэтому стоит осознать потребности, которые стоят за вот этими мимолетными импульсами. Вот я хочу это, я хочу то, как маленький ребенок, который приходит в выучешный магазин. Он хочет очень много всего, да? На самом деле он хочет быть довольным, счастлив, радостен. И когда он хватается за все, может, у него не хватает общения, может, у него не хватает коммуникации, тепла, родительской любви. Поэтому стоит понять, чего я хочу на самом деле. И избавиться от этих иллюзий, что это легко, да? Это предстоит приложить усилия. Но в этих усилиях есть своя польза. Это развивает человека. Это как раз оттачивает его качества, его навыки, его там конкурентноспособность на этом рынке. Все-таки не забываем, что это капитализм и вокруг симулякры по Бодрияру. Поэтому стоит работать с тем, что называется в психологии когнитивные искажения. Они и есть вот такие иллюзии, так называемые. И одновременно с осознанностью, чтобы преодолевать вот эти ловушки, этих иллюзий, тогда выяснится, что жизнь – это не борьба, а это путешествие. И что задача не добраться до конечного пункта с максимальным количеством там игрушек, медалей, а получить удовольствие по дороге. И тогда это будет баланс между достижениями и радостью от жизни и счастьем. Спасибо. Тоже вопрос про смену работы и про то, как это сделать с минимальным стрессом. Ну, вернемся к тому, что действительно все люди по-разному испытывают и страхи в том числе. И если вам очень хочется поменять работу, но вы оцениваете свои возможности, понимаете, что вам это очень страшно, и это, в принципе, может грозить психозом или какими-нибудь паническими атаками при переработках. Потому что у меня бывают люди, вот буквально вчера я сидела на приеме, а была женщина, которая на директор там 300 человек подчемнений у нее, вот, и она проработала, по-моему, где-то порядка года. У нее был график 6 часов отдыха в день. То есть из них она тратила час на дорогу домой, час на дорогу обратно, 4 часа спала. Вот. А в течение этого времени она заработала себе онкологию. Довольно серьезную онкологию. То есть и нужно понимать, насколько вообще вам нужны вот эти вот изменения, нужны они вам, да, вот. И насколько вы готовы своим здоровьем, по сути говоря, жертвовать, да, то есть понятно, что наша психология современного мира заставляет нас идти, развиваться, менять, выходить из зоны комфорта, да, вот такая фраза, мне она тоже все время радует. Вот. Но какими, чем вы будете жертвовать, то есть здесь тоже нужно это понимать. Вот. Если это будет какое-то действительно очень тяжелое заболевание, с которым вы будете потом просто в течение, там, не знаю, и неизвестно, чем оно закончится, да, вот, подумайте, правда ли вам это нужно. Вот. А так это, конечно, действительно это осознанность, то есть оценка своих сил, взгляд со стороны, если вы молодые, амбициозные, то это работа по всем практикам, которые я описала выше, то есть это действительно просто работа со стрессом и, ну, грамотная расстановка собственных потенциалов, да, через конституциональный подход или, там, через описывание своих возможностей, то есть вот таким образом здесь можно тоже как-то прорабатывать. Я понял, да, можно теперь перейти, пожалуйста, к вопросам, если вы готовы, да, я думаю, что накопилось их какое-то количество в порядке вот какой-то мини-очереди. Поднимите, пожалуйста, руки, да, Юля поможет, там есть, наверное, микрофон где-то, еще один. У кого был вопрос, да, вот, молодой человек, можно, начнем с вас. Здесь упоминалось типирование людей, в частности, по конституции. Я хотел бы у вас узнать с точки зрения современной психологии в общем типирование людей и вот, например, прогнозы поведения человека на основании его конституции имеют ли какой-то смысл? Спасибо. Ну, конечно, в современной психиатрии, даже психологии, скорее, как исторические, такие данные используются идеи Гиппократа, о видах желчи, и, там, о холериках, сангвиниках, флегматиках, Шелдон со своей типологией, там, пиквики. И, ну, это все важно. Это были попытки, но иногда это научно обосновать. Пока таких доказательств нету, так же, как нету, к сожалению, и типирования на таком высоконаучном уровне, например, гены типирования. Гены шизофрении, например, регулярно находят, но потом так же и теряют. Вот ген, там, миниакально-депрессивного психоза или биполярного расстройства. Сейчас тоже есть лишь предположение, да, это наследуемые заболевания, но мы даже сейчас, зная весь геном человека, который пока еще не раскодирован целиком, все равно не можем доказать, что вот эти вот, там, знаю, нуклеотиды ответственны за то, что будет развиваться такое-то заболевание. То же самое с характером человека. Выясняется, что человек, с одной стороны, очень инертное существо, с другой стороны, все-таки мы сами кузнецы своего счастья и несчастья. Мы можем менять себя, и мы можем меняться. Мы можем выходить не только из зоны комфорта, но и из своих вот таких стереотипов, что несколько противоречит таким биологическим моделям, которые пытались найти, как такой субстрат, на который можно опираться. Да, может быть, у нас не поменяется, там, печень, там, не знаю, рост уже с какого-то возраста. Но наша психологическая характеристика, вещь, в общем, достаточно функциональная и гибкая, и поэтому мы можем адаптировать себя, несмотря на то, что у нас есть такие особенности. Ну и такая крылатая фраза, в психологии есть «переручи своих драконов». Бывает так, что есть определенные твои качества, которые тебе не очень нравятся, но если ты знаешь, как их использовать, знаешь, как сохранять какие-то пределы разумного, то они могут тебе пригодиться. Простите, пожалуйста, я здесь. Он тоже работает. И характер человека есть или нет? Нет, даже само слово «характер» – это тоже миф. Но не характер, а поведение. Да. Паттерны поведения. Такой связи нет. Ну, научно доказаны, рандомизированы, с контролируемыми исследованиями, с метаанализами. Такой связи нет. Есть предположения, есть теории с разной степенью валидности, но вот доказанных нет. Спасибо. Да, пожалуйста. Я хотела уточнить про 7 типов темперамента. Где можно почитать про эти типы? Я про них вообще не встречала. Про 3 типа встречала. Я просто расскажу, да, почему 7. То есть у нас есть ветер, желчь, слизь, дальше сочетание ветер, желчь, ветер, слизь, там, желчь, слизь, да. И 6 получилось. И 7 – это когда равномерное сочетание ветра, желчь и слизи. То есть мы говорим либо о преобладании одного, либо о преобладании двух, либо о равномерном распределении трех жизненных начал. Моя любимая книжка – это Еши Дон Ден «Здоровье через баланс». Это личный врач его святейшества «Давай вам». До сих пор жив, ему там 90 лет, принимает в клинике в Индии. Можно попасть на прием довольно легко. Вот, Еши Дон Ден «Здоровье через баланс». Там у него очень хорошие лекции. Он читал 80-е годы в Нью-Йорке. И не только в Нью-Йорке, в Калифорнии где-то тоже читал. Вот. Книга пересдалась несколько раз в интернете. Она есть. Почитайте, получится удовольствие. Спасибо. Еще хотела уточнить про продукты, которые помогают справиться со стрессом. Это какие, например? Ну, там со вкусами больше, ну, проще объяснить. Потому что есть вкусы, которые у нас заземляют. Это сладкий вкус, соленый вкус, отчасти жгучий, то есть острый. Да, то есть, по сути, вот после... Почему нам хочется сладкого вечером, да? Потому что вечер у нас время активности ветра, эмоциональность наша повышается. И нам хочется заземлиться. Кстати, еще алкоголь вечером тоже позволяет заземлиться, потому что алкоголь тоже обладает тяжелым заземляющим свойством. Вот. Но я вас ни к чем не призываю, но на самом деле иногда рекомендую. Вот. Соответственно, сладкое, да, сладкое. Но, опять же, здесь просто можете выбирать уровень сладости продуктов и уровень полезности продуктов. То есть, вы можете выбрать мед, вы можете выбрать сладкий, там, какой-нибудь пирожок. Вот. Либо, не знаю, либо мясной суп, бульон. Тоже очень хорошо заземляет. Ну, вот. Но об этом очень можно долго говорить. Вот, хотя вот такие пару вещей. Спасибо большое. Ладно, да, не переусердствуйте, пожалуйста. Я хочу сказать, что очень было интересно выслушать каждого из выступающих сегодня. у нас. Большое спасибо вам за ваше знание. Но мне такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, человеку работать обязательно? Вот если он, например, в процессе саморазвития интересуется многими вещами, искусством, психологией, здоровым образом жизни, растить детей. Все-таки для самоутверждения. Наверное, Алена, к вам. Вот, в первую очередь вопрос. Крепостное право у нас отменили в 1861 году. Вот. С этого момента работать у нас не является обязательным. Вообще, в принципе, ни для кого. Если вы можете позволить себе не работать и не хотите работать, не работайте. Вот вообще просто вот даже метание не понимаю. Я вот сомневаюсь. Вроде бы я привыкла работать какой-то, ну, первую часть своей жизни. Если можете себе позволить. Теперь могу позволить не работать, но мне кажется, что, может быть, я чего-то упускаю. Смотрите, если вы можете себе позволить не работать, перерыв до полутора лет не является критичным. Мы умеем это упаковывать, то есть потом не возникают проблемы с возвращением. Дальше начинает теряться скилл именно от актуальности времени. Ну, то есть, соответственно, вы спокойно можете полгода не поработать, посмотреть, как вам в этом состоянии. Ну, потому что первые две недели нам все прекрасно не работать, а дальше вот по-разному. Просто не работать – это тоже труд. Это надо постоянно себя тоже двигать вперед, занимать, постоянно идти вперед. Ну, знаете, тогда, знаете, есть пирожные – это тоже труд. Но на самом деле нет, вы говорите о разных вещах. Не работать, потому что вы не хотите, условно, ходить в офис, не хотите заниматься никаким видом созидательной деятельности, там, связанным, я не знаю, там, с бизнесом – это одна история. Мотивировать себя, но это нет прямой зависимости между, допустим, работой в найме и мотивацией себя учиться. Это же сложно не работать. Это сложно себя постоянно мобилизировать на разные продвиги, на разные… Ну, значит, наверное, через какое-то время вам надо вернуться на работу. Если вам… Зачем же себя… Зачем же себя так мучить-то, Господи? Ну, вот это да, да, спасибо большое за вопрос. На самом деле, очень правильный вопрос, потому что мне кажется, что не всегда работа – это непосредственно выполнение какого-то функционала, который вам спустили сверху. Работа, да, но при этом и не настолько, да, а вообще, в принципе, деятельность. Есть разные типы работы, здесь мы углубимся, наверное, слишком сильно в терминологию, но вот, да, внутренне, что за рта помню. Да, что коннотации такие возникают просто со слова «работы» от слова «раб», что возникает некое подавление себя, принуждение. Поэтому известная фраза, что делать то, что ты любишь, или то, что тебе нравится, и ты перестанешь работать, ты будешь свободен. Но если вот разделить работу и труд, то труд, как нам маркетинско-лининская философия многократно подчеркивала, сделала из обезьяны человека, но реально перестать трудиться – это перестать жить. То есть все равно какие-то усилия мы будем предпринимать, потому что жизнь – это движение, движение требует усилий. Поэтому труд, он может быть созидательным, он может быть развивающим, он может быть поддерживающим, и в нем нет разрушающей силы. Разрушение идет, когда есть насилие. И если вы трудитесь, потому что вам надо выживать, или потому что вас кто-то заставляет, то да. Конечно, каждый раз мы имеем дело с каким-то социальным контекстом, со своей философией, то есть там древняя Греция, древний Рим, где рабы работали, а патрицы отдыхали. Вот возникает сейчас тоже такая иллюзия, что я там устроюсь как-то, ну, пока не их тут встречает один, там, кавказец. Но вот даже месячек, как они отдыхали? Они планировали, они строили, у них очень много... Да, это был труд все равно, только он был с интересом, с энтузиазмом. То есть они не расценивали это как работа. Это не было насилием над собой, но они при этом трудились. То есть они же созидали, и строили, и там, не знаю, грабили заодно, потихоньку оттравили друг друга. Ну, да. У них много было увлекательных занятий, они трудились иногда в поте лица. Спасибо большое. Есть еще вопросы, да? Можно я, пожалуйста, пользуюсь уже в положении, что вопрос о стажировке, или вам, имеет ли смысл, когда тебе, там, почти 30 лет, пользоваться не только таким способом, который вы описали, да, друзья, для друзей, но и... И, может, я вас поработаю немного, вы будете платить немного, или вы будете вообще, но я попробую... Да, это отличный способ, который практически не работает в нашей стране. На самом деле, он отлично работает в Европе, он хорошо работает в Америке, он начал работать в Азии, он не работает у нас. У нас компании боятся брать людей. Ну, во-первых, у нас законодательное, это практически невозможно, взять человека, не платя ему и не открывая специальные ставки. Просто если это белая компания, это практически, ну, нереально. Это совсем такой будет какой-то малый бизнес, такой стартап, и что-то такое. Второе, ну, на самом деле, все очень боятся, что ты сначала придешь и скажешь, мне не надо платить, а на второй день, когда тебя оформим, вот тут-то вот все и начнется. Если есть такая возможность вообще стажироваться в разных компаниях, стажироваться по миру, это отлично. Например, ну, несмотря, там, на мой какой-то, там, возраст и знаний, и, там, ну, на все вот эти регалии, сори, да-да. На самом деле, я год назад поехала, и я стажировалась на просто... Ну, после того, как я была HR-директором, ну, я не была HR-директором, была главным хаттером Mail.ru, после того, как я сделала там свою компанию в 5 миллионов долларов, оцененную и прочее, я поехала в небольшой норбежский стартап просто для того, чтобы поработать HR-менеджером, да. Мне было интересно сфера газ и нефть, именно вот, ну, вот как изнутри, как там вербуют людей, те, которых уходит работать на платформе, и, главное, как с ними работают для того, чтобы они нормально адаптировались. Это дико развивает, то есть, на самом деле, это дает практический навык, ну, и это очень хорошо, очень всем советую. Ресурсы для стажировки, если нужно, вот есть такое, несколько ресурсов с мировыми стажировками, я пришлю вам, чтобы там, ну, собственно, выложить где-нибудь там на сайте, чтобы все посмотрели, потому что УРЛ, ну, диктовать это как-то нелепо, он огромный, ужасный, вот. Но, на самом деле, такие есть сайты с мировыми стажировками. К сожалению, в России именно стажировки для взрослых людей, не вот первая стажировка, ну, вот, практически не развита. Спасибо большое, да, и у нас был еще один вопрос. Можно я? А, вот я, точно, много вопросов, да. Подождите, где-то, 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 у нас есть последовательность, вот, раз, два, три, у нас тут три вопроса. Жаня, извините, пожалуйста, да, вот-вот-вот, микрофон за вами. Супер, спасибо. Меня слышно, нет? Слышно, главное, поближе. Я хотела спросить про то, что вы говорили о средней профессии, да, но прежде чем мы присти, мы вот учимся, да, если мы можем как-то так назад, чаще, как мы, как, к вопросам, к студентам относятся, все, вот, у меня знакомые сейчас, молодежь 20-25 лет, они поучили здесь, не получилось, можете дальше, просто пытать себя. Есть такой момент, что, когда, не знаю, гадалки, астрологи, консультанты, все говорят, что это не ваше, стоит ли идти и все-таки пробовать эту профессию? Стоит прекратить тратить денег на гадалок, астрологов и потратить их, да, и потратить их на профессиональные какие-нибудь курсы по профессии, желательно с сертификатом. Курсера, например, бесплатно как курс, а с сертификатом купить за деньги, когда вы закончите этот курс, его невозможно купить так, ну, просто как, ну, соответственно, если вы его закончите. Если все вам говорят, что это не ваше, ну, если вам очень хочется, спросите, не слушайте серии, у меня не получится, слушайте, вот что важно, услышьте то, почему. Вам говорят, что не получится. Условно, у тебя не получится, потому что, ну, вот к этому историю Биолетта, потому что у тебя рост на 3 сантиметра больше, чем предельного роста в Биолетте. Окей, это краевое условие, я не могу. А серии у тебя не получится, потому что не получалось, у моих друзей вообще в Газпром никогда не попадешь, если у тебя там нет дяди, это нет. То есть слушайте конструктивную часть, а все остальное не важно. Я спросила, что, мне кажется, при большой мотивации можно добиться всего. Ну, нет, не всего. Если уж вам не дан голос, вот, например, ну, я не умею петь, ну, вот, нет, ну, в теории, конечно, можно положить всю там жизнь, и ты будешь как-то там пить, но ты не станешь первым. Ну, многого можно, конечно. Спасибо большое. Да, и дальше. Следующий, у нас не так много времени осталось. Скажите, пожалуйста, как лучше всего мотивировать сотрудников при отсутствии бюджета материального использования? Бюджета, и зарплата есть? Да, кроме зарплаты. И как помочь сотруднику, который начинает выгорать, или как-то плохо работать, что можно советовать? А, рекомендации начальникам, да, какие вы можете дать по работе с сотрудниками? Ну, с кучей именно практически компаний. Значит, я во первой части, там про выгорание, наверное, поговорят. Значит, если вы не можете мотивировать премиями и прочими, мотивируйте следующими вещами. Похвала. На самом деле, вы извините, конечно, но люди вот в поведении очень похуже на животных. Сори, меня сейчас вообще убьют. Вот. Но на самом деле, хвалить, рассказывать, причем публично, причем не в дурацкой форме, петь, смотри, какой ты большой молодец, это большая история. Второе. Почему на самом деле, чаще всего из них возникает о работе демотивация, и люди уходят, причем уходят умные, прежде всего уходят умные ключевые сотрудники, это по одной простой причине. Вы, условно, как руководитель, или ваши руководители, давно забыли обозначать реальные цели, куда мы идем. И у людей возникает ощущение, тупая работа, еще низко оплачиваемая ради работы. Очень важно рассказывать. Вот, смотрите, мы делаем это для того-то, а то-то приведет нас к вот этому. И показывать некий срок. Вот к этой истории мы дойдем через год. Срок не может быть 10 лет, потому что это, в общем, ничто. Он должен быть измиримый, цель должна быть понятна, оцифрована и желательно потом выражена в каких-то показателях, о которых врать нельзя. Условно, ребята, если мы дойдем до этого и получим контракт с Газпромом, я, соответственно, всем сделаю премии, там, не знаю, там, в таких-то таких-то кипиае. И в результате становится понятно, куда человек бежит, зачем он бежит. И даже если сейчас, условно, мне ОК не доплачивают, но я разделяю эти цели, то, соответственно, все становится хорошо. Ну и главная история ключевых сотрудников, которых переманивают, не можете доплачивать, если есть возможность делить, давайте не доли, доли их сразу давать не надо, давайте опционные, реализуемые через определенный срок. Не только для ключевых сотрудников. Это их держит отлично. Если нужно рассказать, как опционы, но это уже не в общем расскажу. То, что касается профессионального выгорания, бюрнаут-синдром, синдром выгорания, как раз был описан впервые психиатром Фриденбергером в 1974 году. И ключевые моменты, которые он там обозначил, они являются и мишенями, что делать. Это эмоциональное истощение, что, собственно, и характеризует выгорание. Это дегуманизация, деперсонализация. Вот как раз то, что обсуждалось, что надо. И восстанавливать контакт тогда с этим сотрудником, показывать цели, перспективы, интересоваться его мотивацией, что ему важно. И как раз вот это снижение осознанности в перспективах и дискредитация собственных достижений – это третий синдром, который вписывается в структуру этого синдрома выгорания. И как раз обесценивание своего текущего положения, опыта, образования и перспектив своих – вот это является ядром профессиональной карты. Если это прорабатывается, то здесь большой прогресс достигается. Спасибо. Да, есть еще вопросы? Вот, еще один. Все, давайте на нем завершим, и у нас останется ровно две минуты на свободное общение, к сожалению. Но может быть больше. Я хотела бы поблагодарить Вера за очень интересный рассказ. И хотела бы задать вопрос. Как понять… Я услышала фразу, что нужно осознать, что ты действительно хочешь. А вот как понять, что твои желания не ложны? Вот, допустим, у меня, например, все хорошо, работа, в общем-то, хорошая, и я в жизни комфортная. Мне и то, и то интересно. Вот, как вы видите, что мне нужно что-то менять? Значит, если у вас хорошая работа, которую вы любите, если вам есть куда-то расти, и если вам там нравится, на самом деле, вот и то, и то, и то, пока оставьте в виде хобби. Вполне возможно, что когда вы начнете заниматься этим хобби, ну что-то умрет, потому что окажется, что совсем не так интересно, а что-то, возможно, в будущем станет вашей зоной, ну, новой профессии. Но на самом деле, если все хорошо, а хорошо это не значит, что… Если бы вы сказали, слушай, ну у меня вот все так ужасно, ну мне платят вот такую зарплату, я от этого вот не могу уйти. Это одна история. Но вы говорите, у меня же на работе все хорошо, мне интересно, значит, вам внутренне, ну, на самом деле, по крайней мере, вы декларируете, что вам хорошо. Поэтому вот это менять не надо. Там надо понимать, как расти. Вам на самом деле надо сейчас считывать, как расти до следующего уровня, иначе, ну, через пять лет это перестанет быть интересно. Уровень не обязательно вверх, это не обязательно начальственный уровень, может быть, это экспертный уровень, экспертная карьера, которая вглубь в компетенции, она ничем не хуже. Тут надо определять, какая ваша карьера. Это первое. Ну и второе, соответственно, начинайте делать какое-то хобби. Думаю, тут коллеги меня поддержат, что многогранный человек, который не фокусируется на одном, чаще всего, это более счастливый человек, ну, потому что он так переключалки. А вполне возможно, что из этого хобби вырастет ваша потом новая работа. Что нужно избегать монотонии, если вам где-то вдруг показалось, что этого недостаточно, у вас действительно могут быть другие интересы, другие места вложения своих сил, времени, средств. Поэтому это могут быть точки роста и дальнейшего развития. Отлично. Все, на этом я предлагаю закончить. Поаплодируйте, пожалуйста, спичером. Очень интересная беседа, такая прям самостоятельная, глубокая, с интересными людьми. Спасибо вам большое. Спасибо. У меня, вот, к вам такое маленькое объявление, совсем маленькое. На самом деле оно совсем не коммерческое, потому что мы это делаем бесплатно. Я знаю, что история про реальную работу, реальное трудоустройство, она интимнее даже, чем секс. Потому что, ну, это о зарплате, о каких-то вещах, люди об этом не говорят. Мы специально открыли бесплатный форум, где любой из вас в течение суток, в том числе анонимно, может задать любой вопрос про работу. Мы обязательно на него ответим. Я сейчас просто выложу сюда видеточки. Возьмите, раздайте и родным, и близким. Есть там любые, от юридических до, соответственно, вопроса по профориентации. Единственное, чего мы не касаемся, вот как раз, видимо, коллеги сейчас рассказывают, как действуют они. Мы не касаемся психологических вещей, вот страхов всего. Мы из серии «Я маркетолог, хочу спереди войти». Вот это мы расскажем. А страшно, не страшно, это вот коллегам. Коллеги. Спасибо. Спасибо большое. Можно найти, я думаю, у нас в интернете.